Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей. И, наконец-то, в Санкт-Петербурге сняли ограничения, связанные с режимом самоизоляции. И теперь мы сможем снимать с вами полноценные обзоры и тест-драйвы. И, как вы уже догадались по названию ролика, сегодня у нас будет обзор на новый Skoda Rapid. И в первую очередь хочу выразить благодарность Рольф Витебске за предоставленные автомобили. Итак, что же мы знаем о новом Rapid? Компания Skoda представила Rapid второго поколения еще в декабре прошлого года на презентации в Санкт-Петербурге. А только к июню автомобили добрались до дилерских центров. Новый Rapid использует ту же платформу PQ25 и собирается на заводе в Калуге вместе с Volkswagen Polo. Кстати, я на Polo уже снял обзор и ролик выйдет уже через несколько дней. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Предлагаю начать обзор с внешнего вида, затем переместимся потихонечку в салон. Посмотрим багажник и полистаем прайсы. И, кстати, наверное, я сниму отдельный ролик о покупке автомобилей по госпрограмме. Но скажу вам заранее, что если вы планируете покупать новый Rapid или Polo, то под госпрограмму подходят автомобили с двигателем только 1.6. К сожалению, вы не можете получить скидку 10% по госпрограмме на турбодвигатель 1.4. Все расскажу вам отдельно. Давайте быстренько пробежимся по стоимости и уже начнем обзор. На выбор предлагается 4 варианта комплектации. Entry, Active, Ambition и Style. Базовая Entry стоит от 792 тысяч рублей. Комплектация Active стоит от 804 тысяч рублей. Ambition стоит от 874 тысяч рублей. Это вот тот автомобиль, который стоит за тестовым. И тестовый у нас в комплектации Style, который начинается от 1 миллиона 21 тысяч рублей. Так, давайте посмотрим, что там у нас под капотом. Здесь у нас стоит двигатель 1.6 MPI на 110 лошадиных сил. Это комплектация Style. Двигатель 1.4, к сожалению, пока не привезли. Давайте, наверное, начнем с комплектации попроще. Это у нас, насколько я помню, комплектация Ambition. Здесь у нас стоят светодиодные фары, которые уже в базе. А в комплектации Style, вот посмотрите, они идут уже full LED. Как я понимаю, даже с подсвечиванием поворотов. Здесь также у нас установлены противотуманные фары. Скорее всего, это, видимо, доп. опция. Обратите внимание, что решетка радиатора, в ней очень большие отверстия. Поэтому ставьте сеточку в любом случае, иначе у вас пострадает радиатор. Так, ну пойдемте дальше. У нас здесь установлены опциональные колесные диски. Также у нас на зеркалах есть повторители поворотов. Вот посмотрите, в этой комплектации, кстати, здесь у нас черная такая резиночка. А в комплектации Style уже идет такая как бы хромированная вставочка. Что дальше? Здесь у нас уже в базе установлены светодиодные фонари. Вот в комплектации Style и в комплектации Ambition они абсолютно одинаковые. Я думаю, вот эти вот узорчики будут красиво играть на солнце. Также у нас идет светодиодная подсветка номерного знака. Надпись Skoda теперь у нас на крышке багажника крупными буквами. Так, ну и давайте откроем багажник. Он тут просто огромный. Все, как говорится, simple и clever. Всякие ящички. Сиденье раскладывается в соотношении 60 на 40. Здесь у нас полноразмерная запаска с инструментами, домкратом. В общем, все как положено. Также есть очень интересная штука. Вот такой хоботок. Не знаю, видно, нет. Даже в некоторых премиальных машинах нет ничего подобного. Даже в ручке. А здесь как бы, ну, уже вот такой хоботок. Я уж не знаю, камера передает или нет. Ну, смотрится, конечно, очень эффектно. Да, вот сейчас смотрите. На комплектации попроще. У нас бампер пустой. То есть здесь нет никаких парктроников. Здесь какие-то элементы вроде как должны быть трубы выхлопные. Здесь их нет. Комплектация Style. То же самое. Но есть парктроники. Здесь их 4 штуки. В сравнении с Volkswagen Polo у них, кстати, там стоит 3 датчика парковки. Я уж не знаю, для чего это сделано. Почему я сделал это было 4? К вопросу о тормозах. Смотрите, здесь у нас стоят дисковые тормоза. По-моему, насколько я помню, в Volkswagen Polo в базе стоят барабаны. Давайте посмотрим в этой комплектации. Здесь тоже диски. Да, еще вот смотрите, нашел отличие. В комплектации попроще здесь ключ. В комплектации Style ключа нет. То есть открывается просто ключом, либо ключ лежит в кармане. Да, вот еще что хотел сказать. Смотрите, в комплектации Style стоят брызговики. Кто-нибудь ставит на свои автомобили брызговики? Ну, по крайней мере, не российского производства. Мне кажется, это просто лишнее. Вот даже, смотрите, в комплектации Ambition брызговиков нет. Не знаю, вот по мне смотрится намного интереснее, чем с брызговиками. Вот еще раз. С брызговиками. Без. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто ставит на свои автомобили брызговики. Так, ну давайте посмотрим на оптику. Это у нас комплектация Style Full LED. Смотрите, здесь вот линза. Вот эти полоски, они как будто отражатели. То есть они тоже как будто светятся. И получается такой эффект какой-то глубины. Сейчас чуть подальше покажу. Ну, давайте теперь перейдем в салон. Я думаю, начнем с комплектации попроще, чтобы потом было интереснее смотреть. Что мы видим? Здесь у нас карта дверей. Отделана таким приятным кожзамом с прострочкой. Четыре стеклоподъемника. Здесь у нас еще пленочки. Регулировка зеркал. Аудиосистема. Ну и машина, собственно, она уже под клиенты, поэтому предпродажная подготовка еще и выполнена не было. Ну и давайте я присяду в автомобиль, чтобы вам уже более подробно рассказать. Что нас тут встречает первым делом? Это руль. Руль очень приятный. Он достаточно мягкий, с прострочкой. И самое главное, что здесь теперь он двухспитцевый. То есть третьей планки нет, как видите. Также тут на руле есть интересные такие кнопочки с приятным щелчком. Блок фар. Регулировка фар. Регулировка руля по вылету и наклону. Каждый может под себя подстроить. Как я уже и говорил, автомобиль на пятиступенчатой механике. Приборная панель у нас практически не изменилась. Все те же радиальные цифры. Приборная панель у нас практически не изменилась. Все те же радиальные цифры. В центре расположен экран MaxiDot. Кнопочка сброса одометра. Итак, давайте перейдем к мультимедиа. Здесь у нас экран на 6,5 дюймов. Такие глянцевые панели. Я не знаю, будет это пачкаться или не будет. Царапаться. В принципе, здесь все достаточно быстро двигается. Если мы сейчас выберем, к примеру, радио. У нас тут он очень быстро отвечает на команды. Также можно подключить через SmartLink. То есть Apple CarPlay, Android Auto или через MirrorLink. В принципе, интересно. Также подключается USB. Регулировка звука. Высокие, низкие, средние. Собственно, как-то вот так. Здесь у нас блок климат-контроля. Давайте попробуем аккуратненько оторвать. Тоже глянцевая панель. Приятные кнопочки. Здесь у нас регулировка подогрева сидений. Это, наверное, обогрев заднего и лобового стекла. Что хочу обратить еще внимание на вот эти вот дефлекторы. Очень интересно выполнены. Очень так стильно. И выглядит, как будто, ну, в премиальном автомобиле. Так, ну, давайте посмотрим багажник. Так, ну, давайте посмотрим бардачок. Ну, тут, в принципе, тоже большой. Здесь много чего уместится. На самом деле, для такого уровня автомобиля огромный бардачок – это просто, ну, находка. Так, все, я выставил кресло под себя. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Ну, как видите, места здесь более чем достаточно. В принципе, здесь даже можно ногу на ногу положить. Есть крючочек для каких-то вещей без микролифта держателя. В этой комплектации у нас такая вот обшивка сидений. Тканевая. Центральный подлокотник здесь отсутствует на заднем ряду. Да, вот, кстати, интересно, что сзади есть у нас подстаканник. Два разъема USB-C и блок управления подогревом задних сидений. Также подлокотник передний. Так, ну, я думаю, с этой комплектацией понятно. Пойдемте посмотрим, что у нас в комплектации Style. Здесь у нас все то же самое. Единственное, что поменялось, обшивка. Она немножко другого, другой, так сказать, расцветки. Также есть подлокотник. Те же приборы. То есть, в принципе, тут ничего не поменялось, кроме мультимедиа. Мультимедиа здесь. Теперь у нас 8,5 дюймов. Блок климат-контроля такой же. И здесь у нас автоматическая коробка передач iSEN. Двигатель, напоминаю, 110 лошадиных сил, 1,6. А, ну да, вот еще чем отличие. Здесь идут такие вставки под полированный алюминий. Или как шлифованный, что ли. Те же дефлекторы. Педальки с хромированными накладками. И, собственно, все то же самое. Приборная панелька. Как я говорил, интересные переключатели. Такой прям заметный щелчок. Отделка материала, конечно, шикарная. Вот что хочу сказать, что, к примеру, в том же поле есть ужасный резиновый руль. Почему нельзя сразу ставить в комплектацию нормальный руль? Все-таки человек сидит здесь постоянно. Но это просто, конечно, ужас. И так, ну давайте напоследок посмотрим, что у нас может 8-дюймовый экран. Понятно. Все так же быстро двигается. Ну, настройки, собственно, те же самые. Поэтому я тут не буду заострять внимание. Но экран очень интересный. Ну, реально, он просто на самом деле большой. Вот за счет того, что вот эти вот вставки глянцевые с двух сторон, он кажется просто огромным. Хотя на самом деле здесь всего 8 дюймов. Ну, кстати, обратите внимание, как смотрится коричневый цвет. Сейчас вам покажу еще один. Тоже на дисках. Я не знаю, какая это комплектация. Но, наверное, не стайл точно. Потому что у нее оптика такая, не Full LED. И вот еще есть красный вариант. С черными дисками. Это уже комплектация стайл. То есть здесь у нас идет полноценная оптика Full LED с противотуманками. Черные зеркала. А, это у нас, знаете что? Это у нас Black Edition. Пакет Black Edition. Черный спойлер. Черная крыша. Черные диски. Да, очень даже так неплохо. Я думаю, на синем или на белом цвете будет смотреться просто шикарно. С такими черными акцентами, элементами кузова. И вот еще один автомобиль в бежевом цвете. Стоял у дилерского центра. Решил вам просто показать для сравнения. И тоже, на мой взгляд, смотрится достаточно интересно. Так, ну что ж, дорогие друзья. Такой получился у нас мини-обзорчик. К сожалению, время было ограничено. И не получилось оснять достаточно много материала. Я думаю, с этим все понятно. Автомобили классные, автомобили интересные. Особенно было бы интересно прокатиться на комплектации Style с двигателем 1.4. Но я думаю, это все мы сделаем, когда дилерский центр начнут допускать людей к тест-драйву. К сожалению, сейчас пока это невозможно. Поэтому ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok